Привет всем! Сегодня у меня обзор детского растущего стульчика конек-горбунек. Если вы следите за мной, то ранее уже видели тот стульчик, который мы подобрали нашему будущему первокласснику. Он был на колесиках, но, как показала практика, оказался не очень удобным. Колесики расшатались, он стал слишком подвижным. Более того, ребенок действительно сидел на нем, начал как-то кататься, спина начала гнуться, и, в общем-то, и осанка начала страдать. И в целом иногда он пытался подвинуться к столу, и получалось как-то, наоборот, отъезжал еще больше. Ребенок стал все чаще и чаще жаловаться на стул, хотя он ему сначала нравился. Да и мы начали наблюдать, что он ему не подходит, неудобен. И я уже начала что-то присматривать, не раз об этом упоминала во влогах. И именно вы, мои зрители, советовали присмотреть какой-нибудь растущий стул, а некоторые из вас конкретно советовали тот самый конек-горбунек. Я про него слышала, и мне он нравился. Единственное, меня смущало, что он, может быть, тяжеловат окажется. Плюс нас еще останавливало то, что мы живем на съемной квартире, и зачем сюда стул заказывать. Мы уже его закажем в новую квартиру. Поэтому у нас, когда ребенок перешел на временный вариант кухонный стул, на нем вообще ему было неудобно. И поэтому мы решили не дожидаться того, как уже переедем на новую квартиру, а уже закажем ребенку нормальный стул. И, конечно же, выбрали конек-горбунек. А далее я вам уже наглядно покажу и расскажу, почему мы выбрали именно этот стульчик, его технические характеристики. Но прежде еще один нюанс. Когда я уже, когда этот стульчик мелькал во влогах, вы спрашивали, а не поздно ли ребенку такой стульчик? Нет, не поздно, потому что вообще он выдерживает до 100 килограмм. На нем может и взрослого сидать. Я на нем прекрасно сижу. Кстати, он удобный, я не ожидала. Именно мне удобен. Изначально мы рассматривали разные варианты. То есть мы как бы берем этот стульчик для старшего ребенка, но и этим стулом будет пользоваться младший. Потому что у младшего, у Андрея еще неудобно сидеть за обеденным столом. Он, конечно, сидит на обычном стуле, но вот иногда начинает вредничать, что ему неудобно. Подушки ему тоже неудобно. А этот растущий стульчик вот идеально. Та высота, на любую высоту, какую надо, можно подстроить и сидеть за любым столом. В общем-то, расчет такой, что стульчик будет универсальный. И мы уже посмотрим, кто будет им чаще пользоваться, как он будет удобен обоим мальчикам или только одному кому-то. В общем-то, расчет был такой, мы его взяли и теперь за него драка. Теперь нам нужен второй такой стул, потому что Сереже очень понравилось. Ему удобно делать уроки за ним. Он сидит ровненько, ну по большей части ровненько. Буду с вами откровенна. Нет, да нет, все равно ребенок что-то как-то ерзает. Он же не может вот так вот сидеть, как солдатик. Никто так не может сидеть. Даже взрослый не высидит с идеально ровной осанной. В любом случае он сидит на нем гораздо ровнее. Вот нет вот этих вот фигур, которые он выкручивал, сидя на том стульчике. Нам это уже нравится. Ну и, конечно же, в восторге. Начинаю с внешнего вида и этот стульчик прекрасно вписался в наш интерьер. Главным образом он подходит к белому столу. Стеллаж, синие шторы. Смотрится лаконично. Вообще у них широкий спектр цветовых вариантов. Поэтому подобрать под свой дизайн не составит никакого труда. Сам стульчик можно подстраивать под любой стол. Высота столешницы колеблется от 65 до 80 сантиметров. Идеально стульчик подойдет как для письменного стола, так и для обеденного. Что касается возраста использования, то мне кажется, этот стульчик подойдет, начиная с трех лет и заканчивая взрослым. Так как максимальная нагрузка на стул 100 килограмм. Я на нем сидела и мне очень удобно. Далее идет сборка. К стульчику прилагается простая и понятная инструкция, которая обеспечивает легкую и быструю сборку. И во время сборки обратила внимание на качественную фурнитуру. Это важно, так как именно фурнитура позволяет не расшатываться, предотвращает скрипы какие-то и вообще обеспечивает надежную конструкцию предмета, мебели. Ну а теперь перейдем к самой начинке. Это ортопедические характеристики и особенности конструкции. Что касается ортопедии, стул имеет регулируемые по высоте и глубине подножку и сиденье. Это позволяет грамотно настроить стул под ребенка любого роста и комплекции. Изгиб спинки обеспечивает правильное и удобное положение спины ребенка. А наличие опоры для ног позволяет сидеть долго и комфортно. Ноги не затекают и не висят в воздухе. Что же касается конструкции, начнем с того, что стульчик компактный. Он устойчив благодаря широкой опоре. И ребенок не раскачивается, он не катается на нем. И перевернуться практически невозможно. Не могу сказать, что стул пушинка, тем не менее дети двигают его легко и самостоятельно. По полу не царапая его, благодаря тому, что на ножках есть тефлоновые накладки. Ну и напоследок общие характеристики также важны. Для производства стульчика используются только натуральные и экологичные материалы. Производитель, внимание, дает гарантию 10 лет. Это очень важно. И на сайте, я обратила внимание, у бренда есть награды, сертификаты, такие как знак качества «Лучшее детям», лауреат программы «100 лучших товаров России» и лауреат конкурса «Воронежская качество». Еще мне знаете, что понравилось? Кто-то летом уезжает на дачу на длительный срок с детьми. И, кстати, такой стульчик можно взять с собой. Он несложно, достаточно просто. И собирается, и разбирается. Разобрали, в багажник сложили, все. Приехали на дачу, собрали. И, пожалуйста, и там ребенку так же комфортно сидеть там рисовать, обедать, что-то, в общем, принимать пищу. Ну, в частности, вот именно для маленьких детей. Так что, друзья, довольны очень остались стульчиком. Вот прям рекомендую, если вы в поисках, присмотритесь, почитайте отзывы. Еще учитывая, что можно подобрать под свой интерьер, это вообще удобно. Ну, а вам большое спасибо за внимание, за вашу поддержку. Я очень надеюсь, что этот ролик был для вас полезен, информативен. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх. Ну, и увидимся с вами очень скоро. До новых встреч. Пока.